Привет, мои дорогие, доброе утро! У нас сегодня воскресенье, вы представляете, у нас плюс два. Наконец-то мы дождались плюсовой температуры. Это так замечательно. Я всю дорогу, всю ночь была в дороге, поэтому у меня вот такой вот заспанный вид, всё ещё заспанный вид. И я, так знаете, немного кемарила по дороге, мы ехали на машине, немного кемарила, возвращалась и возвращалась снова. В общем, я... Господи, спасибо вообще YouTube за такую возможность. Я просто пересмотрела цикл интервью с Владимиром Зеленским. Я начала... Вообще изначально я начала смотреть информацию о выборах в Украине, о кандидатах, изучать какую-то предвыборную программу. И вы представляете, я наткнулась на мнение, мнение Сергея Соседова, это музыкальный критик на выборы. И вы представляете, меня это до такой степени увлекло, что я... Меня просто унесло, унесло вообще в другую сторону. И я начала смотреть интервью, цикл интервью пересмотрела. Это, наверное, порядка 10-11 интервью, которые я пересмотрела с Сергеем Соседовым. Я восхищена им. Но восхищена, подчеркну, не как мужчиной, а восхищена именно как музыкальным критиком, именно как профессионалами, именно как специалистом своего дела. В общем, ну, конечно, выборы в Украине – это вещи, там, не менее занимательные. Я вообще, я начала сначала искать какие-то видеоролики на Ютубе. Ну, вот, собственно говоря, на Соседова-то я и наткнулась. Ну что, выборы в Украине будут уже скоро, 31 марта. Вообще, изначально в списках на... в кандидаты президента Украины зарегистрировалось более 70 кандидатов. Там пяти отказали в регистрации. А, нет, отказали в регистрации более число. Пять человек сняли регистрацию самовольно. Ну, я думаю, отлично там. И я давай смотреть рейтинги. Рейтинги кандидатов, они просто зашкаливают. Естественно, три вот таких титана, которые бьются – это Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Я вообще... Ну, опять же, Украина понимает, что Зеленский – это всего лишь какой-то шоумен, какой-то бизнес-проект. Это ведущий, сценарист, режиссер. Это... Ну, в общем, шоумен. В общей сложности это он... На политической арене он себя никак не заявил, никак не проявил. Ну, рейтинги у него просто дикие и колоссальные. Хотя украинцы видят, предполагают, что будет второй тур выборов, и во второй тур они все же... Они все же... Видят только Тимошенко и Порошенко. Ну, это люди, которые заявили себя на политической арене. Ну, я... Я почитала вскользь вообще. Почитала предвыборную программу. Почитала... Так, там телефон занят. Я сейчас немножечко отвлекусь. Я почитала... Я почитала предвыборную программу. Что они обещают. Господи, как это... Мимо проходила женщина, мне зазвонил телефон, и она давай болтать. Да так громко, я прям отключила... Отключила съемку. И, в общем, я удивляюсь, сколько украинский народ уже вытерпел. И, Господи, дай Бог, им выбрать хорошего президента. Ну, как... Я вот... Я просто вот так вот думаю головой. Неужели будет Зеленский? Как с ним, с человеком вообще далеким от политики и близким к шоу-бизнесу выстраивать какой-то диалог? Как с ним говорить? Ну, не знаю. Так, сегодня... Сегодня 10 число. Выборы 31 марта. Ну, я не знаю, будет ли второй тур или нет. Там идет прям борьба, борьба за каждый голос, агитация идет. Это ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что в Украине творится? Я посмотрела несколько интервью на украинских телеканалах. Как там у них идет этот разгар, так скажем, политической гонки. Интересно достаточно, очень интересно. И для нас это... И для нас это тоже важно. Украина нам братский народ. Как будут выстроены отношения с Россией, это безусловно, это вот для меня крайне важно. А там вообще количество избирателей в Украине 36,5 миллионов. Там в том числе где-то чуть больше полумиллиона проживает в других государствах и будут голосовать на территории тех государств, на которых они проживают. Это в 75 странах есть консульство Украины. Где-то вот... Так, в 70... Да, а в 75 странах есть консульство Украины. И там будут проходить голосования. Посмотрим, посмотрим, что это льется. Выльется, вернее. Господи, о Сергее Соседове. Боже, 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 боже. Я прям хочу с вами поделиться. Для меня это открытие. Я вообще этого человека раньше не воспринимала. Я его воспринимала как фрика в российском шоу-бизнесе. Как такового, так скажем, критика, который сам на себе хочет заработать пиар. Но, боже, боже. Как это вообще? Живет в Москве уже, пишет про шоу-бизнес, про свою критику уже больше 20 лет. Конечно, стал он нам известен. Было такой телепроект «Акулы-пера». Вообще, я посмотрела цикл его, о его первом интервью, которое он взял у Диты Пьехи, находясь еще в должности курьера в газете «Гудок». Он не скрывает своей гомосексуальности. Но о своем первом сексуальном опыте с мужчиной в скользь, так рассказала, очень интеллигентно, в свойственной его манере. Даже об опыте сексуальной женщины я рассказала. Это была его подруга. И, в общем, он понимает, что года идут. На сегодняшний момент ему 50 лет. И он хотел бы ребенка о совершенно такой вот трагичной, какой-то вот потрясающей жизни, наполненной какими-то разочарованиями. Любви не было. Вот нет у человека, нет. Живет с мамой по сей день. Живет в очень скромной квартире. Я не знаю, хрущевка это или не хрущевка, но она абсолютно не отремонтирована. Она завалена всем вот хламом, с советских времен. Абсолютно там еще стоит такая вот стенка в квартире. Стоит, значит, хрусталь в стенке. Какие-то книги в такой вот, в переплете, в таком вот, в некрасивом. Абсолютно скромное жилье. Абсолютно вроде бы заурядное жилье. Но вы посмотрите, какой мир, да, скрывается в этой квартире. Какой мир! Боже, боже, боже! Так, опять идут люди. Опять мне, я прервусь ненадолго. Ну, в общем, возвращаясь к съемке, я о соседове. В общем, я восхищена. Восхищена как профессионалам. Это человек харизматичный, это человек светский, человек вольный. Вот такой вот... Он так много говорил в своих интервью о вульгарности в российском шоу-бизнесе. А вот какой-то... О подаче песни. Вообще, он является... Кстати, для меня тоже явилось это откровением. Является биографом Аллы Пугачевой. Он является ее поклонником ее давних песен. И, знаете, мне поразило, как сейчас... Как он мог поднять для себя вот этого человека, вот эту музу, так скажем, примадонну российской эстрады. Как он мог поднять ее для себя на пьедестал. Только так же сейчас он ее и спустил с него. В его глазах она просто померкла. В его глазах она там... Буквально не звезда, а тлеющая лучина. Хотя вот это он вроде говорил о ком-то из звезд девяностых. Все же про Аллочку, про нашу он знает все. Также смотрела его интервью украинскому какому-то изданию. И он рассказывал о Мадонне. Тоже говорит, что это певица бестембровая. Певица... Певица... Вообще, это просто бизнес-проект, неталантливая, абсолютно заурядная внешность, заурядный голос. Это просто раскрученный такой проект. Боже, боже, боже. От его причастных оборотов, я вообще просто скажу с ума. Человек умнейший, начитанный. Одновременно смотрела интервью и одновременно читала Википедию. Вообще, как рос, в какой семье, какое образование. Я вообще столько уделила ему времени. Я просто им восхищена вот прямо. Сколько вообще было сказано об исполнительской культуре. Вот он восхищается. Немного об... Тут капель у нас, и поэтому я так немного смотрю в сторону. Чтоб снег... Я стою возле большого здания, возле крыши, чтоб на меня глыба снега не свалилась, чтоб не придавила меня. Вообще, конечно, эталоном для него являются на нашей эстраде это Магомаев, это Абадзинский. Безусловно, он восхищается Кобзоном. Боже, какой он интересный человек, какой он интересный собеседник. Как хорошо, что я на него вышла, и причем вышла случайно. У меня вот очень много раз так в жизни бывало. Начинаю интересоваться одним вопросом, а потом вскользь проскальзывает вот какое-то мнение какого-то человека для меня вот такого фриковатого на первый взгляд, и я опа, опа, опа. А этот человек-то ведь более чем достоин внимания, и о нем как-то... Хорошего-то мы о нем ничего не слышали. Причем у него такая трагическая судьба, он потерял... Трагическая судьба в плане его финансов, так как он живет в очень скромных, стесненных условиях, с мамой живет, и, господи, ездит машины кругом. И вот так как он стеснен вообще в жилищных условиях, он копил деньги на свою квартиру, и так как банк Югра погорел, так скажем, сейчас идут суды, еще ничего не ясно, Центробанк отозвал лицензию, а у него именно в этом банке он копил деньги за всю свою творческую жизнь, так скажем, за 15 лет он откладывал деньги, и около 11,5 миллионов у него пропало, он копил эти деньги на квартиру, и он рассказывал о суицидальной попытке, он хотел уйти из жизни, хотел покончить с собой, господи, я прям смотрела, я прям со слезами на глазах, думаю, что-то, 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 такой цветочек живи, тебе есть что рассказать миру, и он уже готовился к этому, и он понимает, что уйти из жизни, он не поблагодарив тех людей, которые оказали на его карьеру, на его становление личности какой-то вот вклад внесли, он решил их поблагодарить, сел писать прощальное письмо, ну, в общем, да так и вышел из депрессии, ой, спасибо, спасибо, вообще, а по поводу Пугачёва, он проехался вообще в пухе прах, она скатилась до уровня Ольги Бузовой, он такой говорит, ну, это вообще дно, ну, дно, это я слово сказала, дно, у него такие возвышенные фразы, что мне бы вот вообще поучиться, мне бы поучиться, он человек тонкий, человек штучный, боже, 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 вот, и причём он говорит, что он даёт оценки музыкальным звёздам, которые имеют какой-то вес, думала, идёт человек, имеют какой-то вес в музыкальном мире, он говорит, я никогда не даю своих рецензий, на людей, которые вот, ну, ничего не достигли, которые мне неинтересны, и говорит, если я уже говорю плохо о человеке, то это уже какая-то звезда, это уже он что-то достиг, это личность, в общем, даже его критика является неким комплиментом звёздам, так вот сейчас о критике, и о прощённом воскресенье, мои дорогие, простите меня, простите, кого я обидела, ненарочно, а вот те, кто сам обиделся, я же, в принципе, за этих, за этих людей не должна, да, не должна отвечать, кто вот посчитал, посмотрел там, допустим, мой канал, и обиделся сам, так вот, пройдите мимо, простите мне моё счастье, не нужно писать, там, знаете, злостные комментарии, чихать вот так вот, ядом, там вот, плеваться ядом, ну, это просто смешно и просто глупо, вы ничего из себя не представляете, вы просто там вот, какие-то поганые людишки, которые у меня на канале пишут гадости, боже, 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 вы такие прям, наимерзнейшие люди, вот, некоторых знаю, некоторых я, кстати, знакома с некоторыми, по-прежнему хочу поблагодарить людей, кто меня поддерживает, кто как-то пытается участвовать в моей судьбе, пишут добрые, позитивные комментарии, вот это вот, это люди замечательные, и у этих людей хороший вкус, кстати, то, что они продолжают смотреть мой канал, у них, безусловно, хороший вкус, а вот эти вот поганенькие люди, простите мне моё счастье, простите, простите, что вы такие ущербные, ну, недалёкие люди, боже, 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 я сейчас приду, лягу спать, это вот, всю дорогу в пути, всю ночь в пути, всю ночь в пути, я просто не могла не поделиться вообще своим мнением о прочитанном, я-то, я говорю, начала, начала, начала интересоваться выборами в Украине, и вышла на соседово, боже, 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 Украина, Украина, всё же, имея в виду, какие у них шоу, какие красивые женщины, это невероятно, Украина, это просто шкатулка, шкатулка с драгоценностями, я надеюсь, что у этой шкатулки с драгоценностями, просто с богатствами, конечно же, самое большое богатство Украины, это её народ, это народ, это люди, это величайшая ценность Украины, ой, господи, машины проезжают, и как же тут вообще своим носом-то, любопытно, не засунуться, я надеюсь, Украина выберет хорошего, достойного президента и наладит отношения с Россией, в общем, искренне этого желаю, мои дорогие, доброго утра, а мне спокойной ночи, доброго утра, пока, 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 пойду домой и лягу спать, ну просто уже невероятно, я уже просто, просто глаза закрылись, опять идут люди, ой, у нас стоит, да, я сказала, что у нас, у нас сегодня, у нас сегодня плюсовая температура, и это здорово, это здорово, наконец-то у нас весна, наконец-то у нас весна, все, люблю, целую, пока,